Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Коммунальная авария на мехзаводе. Питьевая вода для жителей только в бойлерах. Россия и Крым вместе навсегда. Самарц отметили третью годовщину воссоединения полуострова с Большой землей. Любишь кататься, люби и правила соблюдать. В Самаре прошла акция «Безопасный трамвай». Крупная коммунальная авария произошла сегодня в 11 утра в Красноглинском районе Самары. Около дома 1А на 19-м километре Московского шоссе прорвало трубопровод диаметром 700 миллиметров. Без холодной воды остались 673 жилых дома, 11 социально значимых объектов. Сейчас на месте происшествия ведутся земляные работы. К домам направлены более распитьевой водой. Их установят по адресам, которые вы видите на экране. Больше 10 тысяч самарцев пришли в эти выходные на площадь Куйбышева. Даже совсем не весенняя погода не остановила тех, кто праздновал третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Главным событием стала молодежная акция «Россия и Крым вместе навсегда». За звание лучших и первый приз боролись танцевальные студенческие коллективы. Открылась выставка советских плакатов, посвященная отдыху в Крыму. Обо всем по порядку расскажут наши корреспонденты. Третью годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Самара отмечает большим танцевальным состязанием. За звание лучших борются студенческие коллективы. Современный танец, как объединяющий символ, понятный каждому. Пока команды участники разминаются, гости праздника греются под музыку и вспоминают, что Крым значит для каждого из них. Сергей Иванов там был два года назад вместе с делегацией от Самары. Я общался и со студентами, и со школьниками, и с жителями, которые со слезами на глазах говорили, как они счастливы, что вошли в состав Российской Федерации. Екатерина Жирнова из Симферополя приехала в Самару учиться на хореографа. Когда Крым стал частью России, девушка еще училась в школе. Вспоминает, как все обсуждали исторический момент. Это возвращение Крыма на свою родину и всех людей, жителей тоже на свою родину, Россию. Крым и Севастополь называют своим родным. Ведь самарцы не раз участвовали в истории полуострова, боролись с врагами на крымской земле. А сейчас при поддержке городской областной администрации активно помогают развивать новый российский регион. И мы как единая семья, семья многонациональная, семья, которая едины духом, едины общими целями и задачами, мы сделаем все, чтобы наша страна была великой, и никто больше не посягал на ее независимость и самостоятельность. И замечательно, что в последнее время предпринимаются такие шаги, которые позволяют нам почувствовать нашу державность, нашу самостоятельность. Те шаги, которые дают нам возможность ощущать себя гражданами великой, достойной страны. Эффектные, динамичные, заводные танцы. Жюрист трудом выбирает победителя. Первое место занимает команда Самарского государственного социально-педагогического университета. Приз – поездка в Крым. Мы хотели и очень надеялись войти в тройку, но победить и обойти команду, которая существует уже по 10 лет, мы не ожидали, поэтому мы до сих пор пребываем в шоке. Все участники получают награды и благодарности от губернатора. И теперь, как в известном фильме, танцуют все. В день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в одном из торговых центров открылась выставка советских туристических плакатов 20-80-х годов. Советские плакаты – уникальное явление в мировом искусстве. В СССР действовала настоящая школа, где специально учили искусству агитационного плаката. Часть крымской коллекции плакатов презентовали самарцам. В коллекции всего около 30 плакатов. Базируется эта коллекция, так скажем, в галерее «Арт-бульвар» в Севастополе. Но также мы вывозим ее на различные выставки в Москве, вот в Самару привезли. В Самаре выставка пробудет до 31 марта. После отправится в тур по России. Валерия Макарова, Олеся Корецкая, Константин Головин. События. В день воссоединения Крыма с Россией прозвучали песни Владимира Высоцкого около его мемориала «Ули Дового дворца спорта». Самарские барды выбрали этот репертуар не случайно. Высоцкий почти все свои военные песни написал именно на этом полуострове. Народный концерт услышал наш корреспондент. Спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуши, глуши. Голос Сергея Лысенко легко спутать с голосом Владимира Высоцкого. Сам автор-исполнитель никогда не пытался пародировать известного советского актера. Оттого, признается Сергей, когда поет, его песни вкладывают в них свою душу. Вот и на концерте, посвященному воссоединению Крыма с Россией, выбрал песню Высоцкого «Спасите наши души». Крым всегда, пока он был украинский, это была такая наша боль. Потому что, ну, если правде в глаза смотреть, Крым всегда был русским. Поэтому все вернулось, так скажем, туда, где и должно было быть. Репертуар Высоцкого на этом концерте невелик, но значим. Прозвучали и такие песни, как «Мы вращаем землю» и «Братские могилы». Организаторы выбрали импровизированную концертную площадку у мемориала Высоцкого «Неслучайно». Владимир Высоцкий имеет прямое отношение к Крыму. Он там не раз бывал, снимался в фильмах. Многие песни о войне он тоже писал из-за Крыма, потому что его дядя с тетей воевали в Крыму. И папа тоже много рассказывал о войне. В день воссоединения Крыма с Россией прозвучали патриотические песни и самарских авторов-исполнителей. Не жалели свои голоса в морозное мартовское утро Аркадий Соловейчик и Александр Самарин. Есть такая песня «Я люблю тебя, Россия». Это очень знаковая песня. «Синее море за бортом» «Любет» тоже знаковая. Ну и, конечно, мы же родились все в Советском Союзе. Мой адрес – Советский Союз. Не потому, что это там какая-то ностальгия. Нет, потому что это правда. И Крым был в Советском Союзе наш. Как теперь и стало, братья. Все нормально. Это для всех граждан очень важное событие. Подъем патриотических настроений. Песни про Россию и Самару звучали у Ледового дворца спорта больше запланированного времени. Публика вызывала артистов на бис не по одному разу. Лариса Шлафат, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Петунья розы тюльпаны. Это лето в Самаре обещает быть разноцветным и благоухающим. По программе «Цветущий город» на самарских улицах высадят тысячи самых разных цветов. Городские власти украсят парки, скверы, набережную и обочины дорог. Предприниматели и жители тоже обещают не отставать. Марина Матвеевшина продолжит. Пышным цветом и разнообразием порадуют горожан Самарские улицы в этом году. В теплицах с пестремстрой зеленхоза уже начали появляться первые всходы растений, которые летом будут цвести на городских клумбах. По программе «Цветущий город» выращивают полтора миллиона цветов. В этом году их рекордное количество видов. От пёстрых петуний до ярких бегоний. Цвести будут не только клумбы в озон и кашпо, но и топиарные фигуры. Также в 2017 году планируется дополнительно приобрести 16 новых топиарных фигур. Бутцы и мяч, летящий мяч, мяч в сердце, мяч на волнах, один человек с мячом. Программа «Цветущий город» реализуется в Самаре уже второй год. В прошлом, благодаря ей, на городских улицах количество цветников увеличилось на треть. В этом году в некоторых районах цветочных клумб и фигур станет в два раза больше. Особенно на тех улицах, по которым проходит гостевой маршрут. Это в целом, конечно же, меняет облик города, это влияет на культуру, на настроение людей. И что отрадно, значительно большее количество предпринимателей в 2017 году планируют принять участие в этой программе. Поэтому я надеюсь, что в этом году порадуем жителей новым видом Самары. И количество сторонников будет еще больше. Предприниматели и обычные жители готовы привнести новые яркие краски в городские пейзажи. Владельцы кафе, магазинов и парикмахерских установят у себя на входе вазоны с цветами. А жители домов обещают разбить пестрые клумбы во дворах. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События. В Самаре курсирует необычный безопасный трамвай. В рамках всероссийской социальной кампании сложности перехода сегодня сотрудники ГАИ напомнили пассажирам общественного транспорта, что у них есть не только права, но и обязанности. На безопасном трамвае прокатился Андрей Горгуленко. Сегодня пассажиры трамвая пятого маршрута могли не только добраться до нужной остановки, но и получить вот такие замечательные подарки. Для этого нужно знать обязанности пассажира общественного транспорта и пешехода. Но если вы их вдруг подзабыли, то инспектор ГАИ вам обязательно напомнит. Госпоинспекция города Самары приветствует вас в безопасном трамвае. Сегодня мы хотим вам напомнить правила перехода проезжей части и правила пассажиров в общественном транспорте. В салоне трамвая работают инспекторы ГАИ. Подходят к каждому пассажиру, рассказывают о правилах и дарят приятные сувениры. Но самое главное напоминают об обязанностях, которые должен соблюдать каждый. Войдя в общественный транспорт, пассажир обязан присесть на свободные места, если они есть. Если их нет, то он обязан держаться за поручни, чтобы избежать падения. При выходе из общественного транспорта мы все становимся пешеходами. И наша главная обязанность убедиться при переходе проезжей части, что это будет безопасно. А вот работники ТТУ советуют и автомобилистам быть более ответственными. Если трамвай остановился, дверь открыл, значит надо быть готовым к тому, что люди или пойдут к трамваю, или от трамвая. Хотелось бы обратиться к водителям рельсового транспорта. Когда трамвай производит посадку-выставку, не все автомобилисты, к сожалению, пропускают пешеходов для того, чтобы пассажиры могли войти или выйти из трамвая безопасно. За первые месяцы 2017 года в Самаре с участием пешеходов произошло 71 ДТП. Почти половина по вине самих пешеходов. В этих авариях три человека погибли, а 75 получили ранения. Андрей Горкуленко, Василий Кладашов. События. Самарскому знамени исполнилось 140 лет. В городе проходят семинары, выставки, открытые уроки, посвященные символу освобождения Болгарии от Османского Ига. Что для современной молодежи значит понятие патриотизма, узнаем через пару минут. Самарское знамя. Символ освобождения Болгарии от Османского Ига. В 1877 году монахини Иверского монастыря сшили стяг. Самарские ополченцы вместе с Петром Алабиным привезли его на поля сражений за города Старозагору, Шейново и Шибку. В 174-й школе эту историю знает каждый учитель и ученик, ведь учебное заведение славится своей крыльевической работой. Они помогли своим братьям, которым нужна была поддержка и опора со стороны России. И это не просто слова, это не просто какая-то дата, которую нужно знать и помнить. Человек должен понимать и чисто внутренне это все переживать. Возвращаться на много лет тому назад и понимать, что когда-то воевали за наше спокойствие, за чистым небом над нашей головой. В этом году русско-турецкой войне и Самарскому знамени исполнилось 140 лет. Единый урок, посвященный этому историческому событию, прошел во всех классах 174-й школы. Тема актуальна и современна, потому что, например, я патриотка. Я люблю свою малую родину, я хочу на ней работать, я хочу в ней жить, рожать детей, создавать семью. 12-летний Данил Паникаров считает себя патриотом. Он мечтает стать известным кардиохирургом, закончить Самарский медуниверситет и работать в местной больнице. С ранних лет нужно задумываться о том, кем ты будешь во взрослой жизни, и нужно задумывать, какой патриотический путь ты для себя выбираешь. Если ты с ранних лет будешь задумываться о своей стране, то ты с ранних лет будешь пытаться как-то помогать ей становиться все более великой и великой державой. Далее коротко о других событиях дня. Татьяна Ярилкина добилась компенсации за незаконное уголовное преследование. Экс-председатель правления Банка «Волга Кредит» провела несколько месяцев за решеткой после того, как была обвинена в хищении векселей. Она находилась под домашним арестом 400 дней, а после вынесения приговора 83 дня в камере следственного изолятора. В итоге областной суд оправдал ее, а Ярилкина обратилась с иском о возмещении морального вреда. Вместо запрошенного миллиона она получит 110 тысяч рублей. 37 человек погибли на железнодорожных путях в Самарской области. 9 пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. В 7 случаях зафиксирована попытка суицида. В 32 случаях машинистами было применено экстренное торможение, что позволило избежать трагедии. В целом, по сравнению с 2015 годом отмечается хоть и незначительное, но снижение случаев травмирования. Самарские спасатели вызволяли 6 автомобилей, застрявших в снегу у горы Барсук. Водители не смогли самостоятельно выбраться на ровную дорогу. Пострадавшим для оказания помощи были направлены два полноприводных автомобиля. Спасательная операция длилась более пяти часов и завершилась только в полночь. Используя лопаты и буксировочные тросы, застрявшие машины удалось вытащить. Все шесть автомобилей были отпуксированы на твердую дорогу, а люди, находившиеся в машинах, смогли продолжить путь домой. В начале мая самарские пенсионеры смогут ездить на поездах бесплатно. Речь идет о купейных вагонах, скорых и фирменных пассажирских поездов. Вагонов с местами для сидения всех категорий поездов. Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов Сапсан. Акция будет действовать с 1 по 10 мая без ограничения по количеству поездок. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. Весна не торопится в Самару. В начале рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода. При этом днем ожидается плюсовая температура, но не выше 3 градусов. Ночью будет морозно. В понедельник ночью облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 10 градусов. На дорогах местами гололедица. Днем также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от минус 2 до 3 градусов. Такая же погода ожидает самарцев и во вторник. Искусству все площадки покорной к Международному дню театра и началу весны артисты театра оперы и балета устроили флешмоб в торговом центре. Исполнили фрагменты заперета «Летучая мышь», «Принцесса цирка» и кинофильма «Весна». Как искусство пришло в массы, расскажет Валерия Макарова. Не на привычной театральной сцене, а прямо в торговом центре звучит ария мистера Икс из оперета Кальмана «Принцесса цирка». Такой необычный подарок сделали артисты оперного театра всем самарцам к началу весны и Международному дню театра. Кроме того, в программе отрывок из оперета Штрауса «Летучая мышь» песни из кинофильма «Весна». Классно, хорошо. Хочется тоже петь и танцевать. У нас сестра наша солистка Московского театра оперета. Так что мы знаем все песни, все слова, музыку. Любим, ценим. У Самарского оперного театра большой опыт проведения флэш-мобов. И если сначала к этой идее относились настороженно, то после первых выступлений такой формат прижился. Все новое принимается не очень, как вы знаете. Но это вот может быть необычности данного мероприятия и жанра. Но потом, когда люди понимают всю полезность и для зрителей, и для театра, то есть это искусство пришло в массы, то уже отношения достаточно положительные. Артисты оперного уже освоили площадки Самарского железнодорожного вокзала и аэропорта Курумыч. Выступали в столице на Павелецком и Ленинградском вокзалах. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Константин Головин. События. А вот о каких событиях мы расскажем в следующих выпусках. Музей Ильдара Рязанова откроют в Самаре. Каким он будет, обсуждает городская общественность. Из Самары в Стамбул. С любовью. Восточная страна стала ближе. Крылья Советов прервали серию задних поражений, но остаются в зоне вылета из премьер-лиги. На этом наш выпуск завершен. Всем удачи, увидимся.